Запас препаратов есть в наличии, в том числе импортные инсулины и онкопрепараты. Так рассказала глава Ульяновской госаптеки Ирина Абаимова, губернатору Алексею Русских. В регионе работает 38 отделений аптеки. На сегодняшний день у нас мы имеем запас для обеспечения льготных категорий граждан до 3 месяцев, для обеспечения лекарственных препаратов, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний на срок 6-8 месяцев. На сегодняшний день мы не ощутили пока перебоев, то есть идет все в рамках заключенных Министерством здравоохранения государственных контрактов. Для бесперебойного льготного обеспечения граждан осенью прошлого года региональный Минздрав организовал проведение закупок. Это позволило создать достаточный запас препаратов. В настоящее время закупки идут в плановом режиме, угроза сбоя не предвидится. Все поставщики подтвердили исполнение своих обязательств по заключенным контрактам, повода для паники нет. Проблем с поставками быть не должно, то есть информации о том, что какая-то из компаний уходит с рынка, такой информации нет. Образовался дополнительный спрос на импортные лекарственные препараты, и многие люди начали делать свои личные запасы в рамках 3-4 месяцев. Из-за этого буквально в марте месяце образовался определенный дефицит по некоторым препаратам. Но на сегодняшний день сети нам подтверждают, что в обороте у оптовиков данные лекарственные средства есть. В аптечном пункте номер 2, что в городской поликлинике номер 4, ежемесячно отрабатывают до 7 тысяч рецептов. Для удобства пациентов планируется выделить более просторное и комфортное помещение. В перспективе люди просят, чтобы большой поток вообще закрыть. Напомним, что поликлиника номер 4 Ульяновска является самой загруженной. Сюда прикреплено более 130 тысяч человек. По нацпроекту здравоохранения к 2024 году планируется полностью отремонтировать основное здание медицинского учреждения. На данный момент здесь обновили оборудование, отремонтировали регистратуру, первый этаж, на втором продолжается ремонт. Преображение затронут не только учреждение, но и его территорию. Здесь совершенно неблагоустроенная территория. Поэтому нужна парковка, нужно освободить место для прохода пациентов, потому что здесь утром пройти практически невозможно из-за машин. Сейчас обсуждали вопрос строительства поликлиники. Тоже Алексей Юрьевич согласился, что район растет, потому что у нас же кроме вот этого здания еще 12 зданий, которые также относятся к нашей поликлинике. Они, конечно, все древние постройки. По вопросам лекарственного обеспечения можно обращаться на горячую линию Минздрава и аптечной сети. Алина Тихонова, Данил Сурков, Уллправда ТВ.